Проект Министерства культуры Московской области ДК Онлайн в нашем муниципалитете стартовал 15 сентября. Совершенно бесплатно жители округа могут изучать азы прикладного искусства и актерского мастерства, а также участвовать в спортивных занятиях. В прикладном искусстве у нас три кружка работают, но они все абсолютно разные, они друг на друга не похожи и каждый очень интересен по-своему. На базе районного центра культуры и досуга реализуются два кружка, один из них – умелые руки. Из различных подручных материалов его юные участники создают интересные работы. При этом руководитель не просто что-то делает, а обязательно сопровождает свои поделки историями, рассказами и ознакомлением с окружающим миром. Что такое кукуруза, где она растет, что из нее можно получить. Занятия в формате онлайн дали возможность жителям муниципалитета изучать музыкальное творчество, не выходя из дома. Преподаватель игры на гитаре Алексей Бояджи впервые взял в руки гитару в 70-е годы. Тогда его вдохновили песни Высоцкого. Своей любовью к авторской песне профессиональный актер сегодня воодушевляет ребят. Ну-ка, теперь покажи мне так, чтобы я видел твою левую руку на грифе, как ты будешь брать аккорды. Так, ну-ка, что за песня? Рассказывай. Ну, песня «Бородяга и темы» я же слушаю. Занятия в режиме онлайн – это полноценные уроки. У преподавателя хватает времени на каждого ученика, а их успехи его искренне радуют. И переборчик освоили. Онлайн гораздо быстрее девчонки осваивают, быстрее уже переборы с нуля. И осваиваем разные переборы, уже до бой отошли. Это непросто, да, для начинающих. Уже две тональности освоили с аккордами. В рамках проекта Министерства культуры в муниципалитете работает 13 различных кружков. Расписание занятий и ссылки на них можно найти в телеграм-канале ДК Онлайн Ленинский. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.